Продолжение следует... Начну с исходных позиций. Первое. Представления об обученности школьников дают некоторые результаты международных исследований. Вы видите, что по результатам исследований ПИРЛС, 4 класс, российская начальная школа в последнее время входит в пятерку лучших, а последним исследованием просто первое в мире. Извиняюсь, некоторые снобы недавно обозвали российских учителей неудачниками и серой массой. Вместо того, чтобы поклониться российскому учителю за такие результаты при таких условиях труда. Однако, коллеги, мы люди старшего поколения, сравнивая знания свои в определенном возрасте с знаниями своих внуков, понимаем, что по части гаджетов иностранного языка мы бы сильно отстали. А вот по части математики, истории, географии и начитанности, пожалуй, дали бы очки вперед нашим внукам. Немного хуже, но тоже вполне позитивные результаты исследований по системе ТИМС. Здесь Россия, как правило, в первой десятке, один раз только мы из нее выпали. А вот что касается системы ПИЗа, российские 15-летние школьники в основном в четвертом десятке, иногда попадают в пятый, попадают иногда в третий. В третий десяток понятно, что к старшей школе показатели обученности значительно ухудшаются. Напоминаю, в советский период наша молодежь регулярно была в тройке лучших поколений своего времени. Второе. Что касается воспитанности. Здесь возможны только косвенные показатели. И если верить Давиду Иосифу Фельдштейну, вице-президенту Российской академии образования, за 20 лет после советских количества ребят с альтруистической ориентацией, то есть способных сопереживать, сорадоваться другим, им помогать и так далее, сократилось в 3,5 раза. Что касается патриотического осознания молодежи, то в начале века бывший министр Евгений Викторович Ткаченко провел соответствующие исследования. Оказалось, что 30% наших старшеклассников и учащихся ПТУ и ВУЗов хотели бы родиться и жить не в своей стране, а в другой. И еще 21% затруднились с ответом. Сейчас у нас патриотический подъем. 92% признают себя патриотами России, но при этом 30% в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы ее покинуть. Мы понимаем, что ключевые проблемы здесь за пределами школьного образования, но не считаться с этими результатами нельзя. Третье. Качество образования – это результат действия многих факторов. Мы считаем, что прежде всего для повышения качества образования нужно решать его системные проблемы. Их перечень вы видите. Скажу только, что регламент позволяет сказать несколько слов про некоторые проблемы. Четвертое. Здоровье школьников. У нас очень разные данные по этому поводу. Если Минздрав говорит, что здоровье физическое, здоровье школьников улучшается, и у нас 4% тяжелых хроников, здесь эти данные были озвучены в Думе, то Роспотребнадзор говорит нечто другое. Состояние здоровья школьников ухудшается, и количество детей с хроническими заболеваниями в старших классах составляет около 60%. Что касается состояния психического здоровья, то оно вызывает еще большую тревогу. Если верить тому же академику Фолькштейну, 48% российских детей к начальной школе уже имеют некоторые психологические проблемы, а данные Зураба, Ильича, Кикилидзе еще более тревожны. Если они достоверны, то мы, соответственно, 60 и более процентов школьников те или иные проблемы имеют. Понятно, опять же, что это результат не столько работы школы, сколько общей агрессивной социальной и информационной среды, но ситуация тревожная с нашей точки зрения, не случайно. Евгений Ямбург, академик и знаменитый педагог, говорит о том, что если ситуация не изменится, то самой популярной педагогической профессией может стать профессия дефектолога. Пользуясь случаем, я хочу сказать, что мы ведем активную работу в области образования ребят с ограниченными возможностями здоровья с Министерством образования и науки, в частности, по обеспечению школьными учебниками. Благодарю за это Министерство просвещения, я извиняюсь, неправильно назвал по-старому. И Рособранадзор за ту работу, которую мы с ними вместе ведем по итоговой аттестации ребят с ограниченными возможностями здоровья. Уважаемые коллеги, ключевое предложение Комитета государственного по образованию – это разработка специального федерального проекта по укреплению здоровья школьников. Разумеется, мы поддерживаем активное предложение по законопроекту о горячем питании для наших школьников. Причем, я думаю, что здесь решающую роль должен сыграть федеральный бюджет. Пятое. Статус педагога. Значит, коллеги, если верить опросам Общероссийского народного фронта, то среди 1300 учителей 44% заявили, что в их школах не хватает математиков, 39 – что учителей иностранного языка, 36 – что учителей русского языка, 26 – что учителей начальных классов. Понятно, что объяснение дает другой опрос Общероссийского народного фронта. Это 2016 год. Согласно этому опросу, в 75 регионах Российской Федерации из 85 указ президента в части оплаты учительского труда так и не выполнен. Уважаемая Ольга Юрьевна, когда мы сообщаем учителям официальные данные о том, сколько они получают, в большинстве регионов они крайне удивляются тому, какая существует официальная статистика. При этом средняя нагрузка российского учителя, согласно данным того же Общероссийского народного фронта, еще в 2016 году, была 28 уроков в неделю, то есть более полутора ставок. А по данным РАНХИКС, соответственно, в 2018 году количество учителей, которые работают на две ставки, уже превысило 13%. Как учитель по первой специальности я хочу сказать, что нормально работать в такой ситуации невозможно. Либо ты нормально не живешь, либо ты не отдаешь детям то, что ты должен им дать. Прежде всего, педагогическое внимание и личностное влияние. Практически эмоциональное выгорание при такой ситуации неизбежно. Не случайно наши коллеги-педагоги грустно шутят, работаем на полторы ставки, потому что на одну есть нечего, а на две есть некогда. И если ситуация не изменится, коллеги, кадровый кризис в образовании неизбежен. Очень глубокое неравенство региональное в оплате педагогического труда. По данным специального исследования, средняя зарплата учителя в Немалоненецком национальном округе в 2017 году составляла 96 тысяч, в Алтайском крае около 20, отличалась почти в 5 раз. В 2018 году московское правительство за один из квартал заявило, что средняя зарплата в Москве 107 тысяч рублей. Коллеги, я очень рад за московских учителей, но при этом хочу сказать, что мы не можем игнорировать принцип равной оплаты за равный труд. Вячеслав Викторович, два слова о свободе. Несколько учителей, к которым мы обращались с предложением выступить сегодня на парламентских слушаниях, несмотря на то, что мы говорили, что председатель государственной думы хочет получить объективную картину, не решились этого сделать, им запретили директора. Предложение в части оплаты педагогического труда, уважаемые коллеги. Первое. Мы предлагаем сравнивать оплату труда педагога не только со средней по региону, но и со средней по Российской Федерации, чтобы уменьшить неравенство. Второе. Мы считаем, что эта зарплата, как говорил Ильич Лавов Викторович, должна выплачиваться за норму рабочего времени за одну ставку, все остальное сверх. Но мы прекрасно понимаем, что без помощи федерального бюджета большинству регионов это не по силам. В этом году фонд национального благосостояния превысит 7 триллионов рублей. При этом мы знаем, что долги регионов превышают 2 триллиона рублей, поэтому только за счет региональных бюджетов сделать этого, к сожалению, не удастся. Второе. Проблема дебюрократизации. Коллегия стала почти столь жорстой, как и проблема статуса педагогического работника. В Комитете Госдумы прошлого СЗУ была создана специальная рабочая группа, Вячеслав Алексеевич ее возглавлял. Соответственно, по официальным данным Комитета, каждое учебное заведение ежегодно заполняет более 300 отчетов по 12 тысячам примерно показателей. Педагоги и директора жалуются на рост контрольных процедур, при этом 80% контрольных процедур не связаны с работой органов управления образованием или органов надзора в сфере образования. Мало того, согласно сравнительным международным исследованиям, российский учитель занял первое место по количеству времени, которое он затрачивает на бюрократические процедуры. Кстати, по данным того же Общероссийского народного фронта, если считать не только горловую нагрузку, но в целом нагрузку учителя, она составляет 68-70 часов в неделю, уважаемые коллеги. Комитет Государственного народного подготовил соответствующее предложение по дебюрократизации образования. Ключевые – одна проверка в год, не более, не более одной проверки в год. И, соответственно, еще одно ключевое предложение – это запрет запрашивать информацию, которая должна размещаться на сайтах образовательных организаций. В противном случае, как говорил директор школы из Краснодара о наших парламентских слушаниях, принцип образовательной политики будет такой – дети, уйдите из школы, не мешайте реализовать национальный проект образования. Седьмое. Что касается сети образовательных учреждений. Коллеги, количество детских садов в послесоветский период сократилось примерно на 40 тысяч или на 45%. Добавьте время. Спасибо большое. Количество школ, соответственно, примерно на 40% или на 28 тысяч, в особенности на селе примерно вдвое. Уважаемые коллеги, понятно, что не все они закрыты, часть укрупнена, как, например, в Москве, но, тем не менее, общей картины это не меняет. Мы внесли предложение по сохранению сельских школ и дошкольных образовательных организаций. В том числе, первое из них – отменить нормативные права и акты Минефина в части признания неэффективными расходами на содержание малокомплектных сельских школ. Коллеги, расходы на образование, как показали нобелевские лауреаты, это самые выгодные в долгосрочной перспективе расходы, которые только может позволить себе государство. И последнее. Я поддерживаю Сергея Сергеевича. В 90-х увлеклись идеологией, рыночная идеология в образовании. Я уверен, что нам нужно, как сказала Ольга Юрьевна, исключать из образования теорию так называемых образовательных услуг. К сожалению, правительство не согласилось с предложением министра Государственной Думы, с нашим предложением в части законопроекта. Но я уверен, что мы должны продолжать работу в этом направлении, потому что теория услуг выхолощивает духовно-нравственное содержание нашей образовательной политики и нашего образования. Заканчивая, хочу напомнить вам, уважаемые коллеги, два древних афоризма. Знание – это свобода, древняя Евангелие от Филиппа, и Сократ – в каждом человеке солнце, только дайте ему светить. Я убежден, что российскому учителю по силам решения важнейших задач просто государство должно ему помочь по-настоящему. Спасибо за внимание. Спасибо, Олег Николаевич.